Смотрите сегодня в программе! Сенкин Айланд! Игра сделана в лучших традициях детективного жанра. Вам предстоит собирать и сравнивать фотографии, отпечатки ног и пальцев. Zoo Tycoon 2! Зоопарк юрского периода! Аддон не несет в себе ровным счетом ничего нового. Он лишь добавляет в игру 41 новый вид уже вымерших, к сожалению, животных. International Cricket Captain 2008! В игре нет ничего сложного. Пара-тройка часов тренировок, и вы превратитесь в профессионала. Elements of Destruction! Необычная игра с интересной идеей. Не каждый день мы получаем возможность обрушить всю мощь природы на этот грешный мир. Всем привет! В эфире Сноуфак, и я Влад Лехов. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Поэтому устраивайтесь поудобнее и внимайте. Кажется, уже даже самому последнему разработчику должно быть понятно, что на старых идеях тайкуны больше работать не могут. Время изменилось. Нужна новая механика, нужно больше разнообразия, больше динамики, больше всего. В итоге, целая армия Града и Парка строителей была готова принять череду тайкунов нового поколения. Но тут пришел очередной аддон для Zoo Tycoon 2 и все испортил. Оригинал, как и все его дополнения игры, про которые ничего хорошего или плохого не скажешь. Собранный по инструкции симулятор завхоза зоопарка ориентирован на самого массового и нетребовательного покупателя. Все довольно примитивно, проблем с деньгами, как со всем остальным, тут просто не возникает. Оно и неудивительно. Подопечный вам зоопарк вообще живет отдельно от вас жизнью. В теории, после постройки новых павильонов с экзотическими животными, число посетителей должно резко возрасти. Но на деле люди радуют вас своим визитом бессистемно. Могут наклынуть целой толпой, когда бы не поменяли в зоопарке ровным счетом ничего, а могут спокойно проигнорировать чуть ли не десяток новых зверушек. Разработчики явно пытались угнаться за славой Wild Life Park 2, но выпустили откровенную поделку. В официальную продажу Zoo Tycoon 2 Exting Animals поступил еще осенью прошлого года, но на российском рынке появился только в начале лета. Локализованная версия аддона получила название «Зоопарк юрского периода». Рекомендованные системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной и 64 МБ видеопамяти. На жестком диске Zoo Tycoon 2 Зоопарк юрского периода займет 860 МБ. Зоопарк юрского периода не несет в себе ровным счетом ничего нового. Он лишь добавляет в игру 41 новый вид уже вымерших, к сожалению, животных. Более десятка из них — динозавры. Поначалу забавно смотреть, как в новом парке подчетствует в клетке за ухом какой-нибудь тираннозавра Рекс. Но на геймплей это вообще никак не влияет. Тройка за геймплей. В остальном не наблюдается вообще никаких изменений. Даже в графике. Новые виды животных прорисованы откровенно плохо. Все остальное не подвергалось ретушированию вот уже более трех лет. Двойка за внешний вид. Звуковое оформление также ни на что не претендует. В зоопарке повсеместно, независимо от происходящего, вас преследует пение несуществующих птиц, а животные по большей части немые. Посетители также никаких признаков жизни не подают и свою радость выражают зелеными смайликами. Единственное, что может порадовать играющего — музыка на фоне. Тройка за звук. В итоге мы имеем очень посредственный аддон давно устаревшей игры. Издатели и разработчик, впрочем, сохраняют олимпийское спокойствие. За новыми дополнениями выстраиваются очереди почище, чем на тиранозавра. Тройку получает сегодня аддон Zutaiqon 2 зоопарк юрского периода. Безусловно, аддоны имеют право на жизнь. Но не в таком количестве и не в том случае, когда оригинал сам и себя ничего сверхъестественного не представляет. То ли дело Sims 2. Хотя и там уже разработчики скатились до внедрения в игру дешевой шведской мебели. Одним словом, перелон назрел и уже не за горами то время, когда мы с вами, наконец, увидим тайкуны нового поколения. А сейчас наши ответы на ваши вопросы по игре Zutaiqon 2 — зоопарк юрского периода. Вопрос. Как мне заселить в свой зоопарк новых животных? Отвечаем. В исследовательской лаборатории возьмите специальный радар. С его помощью вы найдете место, в котором необходимо начать раскопки. Обнаружив нужные фрагменты животного, отправляйтесь в лабораторию. Там вас ждет мини-игра, очень похожая на пазл. Из представленных кусочков скелета нужно собрать целое животное. Затем еще одна мини-игра на реакцию. За отведенное время необходимо нажать на определенные клавиши. Тем самым вы оживите выкопанные вами животные. Вопрос. Один из моих мамонтов заболел какой-то странной болезнью. Его шерсть вдруг стала ярко-розового цвета. Что мне делать? Отвечаем. Чтобы его вылечить, необходимо найти причину болезни. Внимательно осмотрите клетку и заметьте, что мячики, с которыми играют мамонты, также розовые. Затем отправляйтесь к торговцам. У одного из них вы обнаружите сладости точно такого же цвета. После этого болезнь чудесным образом пройдет. В Адвенчуре Синкин Айленд мы в роли частного детектива Джека Норма расследуем загадочные убийства американского миллионера Уолтера Джонса, случившиеся в отеле на тропическом острове. Важная деталь. Остров постепенно уходит под воду. Так что главным соперником, скорее всего, будет не таинственный убийца, а неумолимое время. Действие игры начинается в вертолете. Комиссар объясняет детективу Джеку Норму, что дело о гибели миллионера должно быть закрыто как можно быстрее. Но по прибытии на место Джек понимает, что смерть Уолтера Джонса не могла быть несчастным случаем, и на острове произошло убийство. Сообщив свои выводы комиссару, детектив остается на острове до выяснения обстоятельств. Собственно, наш герой только собирает информацию. Все выводы вы делаете с помощью мини-компьютера. Игра выполнена в лучших традициях детективного жанра. Вам предстоит собирать и сравнивать фотографии, отпечатки ног и пальцев. Основную информацию можно почерпнуть в диалогах с гостями башни. Все персонажи имеют богатую историю жизни. Сбор дальних родственников организован под предлогом изменений в завещании деда. Все подобные подробности всплывают, постоянно создавая в голове полный хаос. Системные требования к игре следующие. Процессор 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативки, 512 МБ видеопамяти и 2 ГБ на винчестере. Игровой процесс разгид на несколько частей. В каждой части вам предоставляется полная свобода перемещения в пределах острова. Такая свобода вызывает растерянность и заставляет думать. Задача каждой такой части заключается в разгадке очередного вопроса следствия. В начале предлагается два режима игры. Степенное расследование или гонка с реальным временем. 5 баллов за геймплей. Графика в Sinkent Island хорошая. Все локации анимированы и насыщены деталями. Пейзажи и обстановка помещений выдержаны в строго определенном стиле. 4 балла за внешний вид. Звуковое сопровождение в основном состоит из диалогов и звуков интерфейса. Разговоры озвучены разными голосами и состоят из интересных фраз, звучат очень гармонично. Музыка на фоне спокойная, поддерживает общую стилистику игры. Вероятно, Баина сопровождала Уолтера Джонса к черепашьей террасе. Но она бы позаботилась о том, чтобы не оставлять следов. Если бы заранее планировала убить Джонса. Ты не должен говорить так, Джек Норр. Баина не убивала штырика Джонса. Баина невиновна. 5 баллов за звук. В целом игра отлично отображает процесс расследования преступлений. Общение с интересными персонажами, полная свобода действий, логично развивающийся сюжет. Все это превращает игровой процесс в увлекательный детективный фильм. Квест достаточно сложный. Огромное количество самых разных фактов и улик, которые постепенно складываются в общую картину. 5 баллов получает сегодня адвенчура Синкинт Айланд. Фактор реального времени должен был добавить геймплей и остроты. На деле же просто раздражает. Но полный интриг и ярких персонажей история, которая в сочетании с качественной картинкой, точно выдержанным стилем и новаторским механизмом расследования, с лихвой компенсирует этот недостаток. Система реалистичного поведения подозреваемых справляется с своей задачей, но вынуждает к утомляющим забегам по отелю. Вопрос. Я получил ключ от юриста погибшего, но не могу найти комнату, которую он открывает. Отвечаем. Это ключ от ваших апартаментов. Они находятся на 16 этаже башни. Но вначале там делать нечего. Вам надо опросить всех встречающихся персонажей и сопоставить отпечатки следов и фотографий рук с обломком ногтя в щеке покойного. В своем номере вы окажетесь автоматически, когда детективу позвонит жена. Вопрос. Где найти адвоката? После первой сцены он бесследно пропал, а все сходится к нему. Как мне быть? Отвечаем. Офис юриста находится на 21 этаже башни. Он отправился туда, но основной лифт идет только до вертолетной площадки, 18 этаж. Выше можно подняться на дополнительном лифте. Он находится справа от вертолетной площадки. Вопрос. Я догнал дочь рыбака, но она не дает свои ноги сфотографировать. Что мне делать? Отвечаем. Обратитесь к ней два раза, а она начнет убегать и оставит следы на песке. Сфотографируйте их и сопоставьте с фотографией, которую вы сделали на месте преступления. Вопрос. Как мне снять отпечатки пальцев с кресла миллионера? Отвечаем. На 22 этаже башни располагается студия архитектора. Там на столе вы найдете карандаш и точилку. Примените первое ко второму. Вы получите после этого грифельный порошок. Он позволит вам проявить отпечатки пальцев на кресле. Смотрите далее. Элементс оф дистракшн. Необычная игра с интересной идеей. Не каждый день мы получаем возможность обрушить всю мощь природы на этот грешный мир. Интернешнл Крикет Кэптон 2008. В игре нет ничего сложного. Пара-тройка часов тренировок, и вы превратитесь в профессионалов. Смотрите далее. Интернешнл Крикет Кэптон 2008. В игре нет ничего сложного. Пара-тройка часов тренировок, и вы превратитесь в профессионалов. Элементс оф дистракшн. Необычная игра с интересной идеей. Не каждый день мы получаем возможность обрушить всю мощь природы на этот грешный мир. Конец лета традиционно знаменуется релизом очередных версий спортивных симуляторов, которые уже по праву можно называть спортивными сериалами. Флагман этого явления студия Electronic Arts для выпуска своих FIFA, NHL, NFL и прочих выбирает обычно осень. Поэтому разработчики помельче стараются пролезть вперед батьки в пекло. Похожая история случилась с Интернешнл Крикет Кэптон за номером 2008, о котором мы расскажем прямо сейчас. Для успешной игры в Интернешнл Крикет Кэптон 2008 совершенно необязательно быть припадочным фанатом этого вида спорта. Достаточно знать базовые правила. На ровный газон выходят две команды по 11 человек в каждый. В середине поляны на расстоянии 22 ярдов, это примерно 20 метров, друг от друга в землю врыты две небольшие калитки. На вооружении у спортсменов находятся 95-сантиметровые плоские биты. Издали штуковины напоминают об рубке весел, перчатки, защитная амуниция и мячик весом в 170,5 граммов. Матч делится на ининги. Подающий игрок старается бросить мяч так, чтобы он попал в калитку. Задача соперника — отбить летящий снаряд как можно дальше и успеть добежать до противоположной площадки. В случае неудачи на его место становится следующий член команды. Ничего сложного. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 МБ видео и всего 300 МБ на жестком диске. После прохождения курса молодого крикетиста можно смело приступать к основному режиму — Play Cricket. Здесь вы выбираете национальную команду и принимаете участие в товарищеском матче или в одном из двух турниров. Сама игровая механика тут проста и незатейлива. Победы в матчах приносят призовые очки, которые тут тратятся на покупку различных бонусов. Наша оценка геймплея — 4 балла. Визуальная игра выглядит ничем не лучше, чем спортивные симуляторы от Electronic Arts, которые в последнее время окончательно перестали впечатлять. Но за счет грамотной операторской работы удивительным образом обыгрывает EA на ее же поле. Наша оценка графического оформления — 4 балла. Отдельно хочется отметить звук. В работе над игрой приняли участие пятеро известных комментаторов. Однако количество так и не переросло в качество. Наша оценка звукового сопровождения — 4 балла. К сожалению, внушительную работу по популяризации крикета у нас мало кто оценит. Однако в игре нет ничего сложного. Пара-тройка часов тренировок, и вы превратитесь в профессионала. Если и начинать свое знакомство с крикетом, то только в компании Childship Sings, студии разработчика. Наша общая оценка International Cricket Captain 2008 — 4 балла. Так получилось, что в нашей стране стабильной популярностью пользуются далеко не все командные виды спорта. Болельщики с удовольствием ходят на футбольные, хоккейные и баскетбольные матчи. Иртка посещают волейбольные и гонбольные чемпионаты. Некоторые даже были замечены в просмотре регби. Но вот на крикет нас не заманишь. Его традиционно принято считать скучнейшим зрелищем. Если вы считаете по-другому и жаждете разобраться в нюансах этого вида спорта, смотрите наши ответы на ваши вопросы по игре International Cricket Captain 2008. Первый вопрос. Помогите разобраться с игрой. Что такое ининги и оверы? Отвечаем. Ининг — это аналог тайма или раунда в других видах спорта. Каждый ининг состоит из серии бросков, тех самых оверов. Серия состоит из шести подач, подаваемых одним и тем же боулерам. Один и тот же боулер не имеет права подавать две серии подряд. Во время одной серии боулеры подают с одной стороны площадки. Следующий боулер подает свою серию с другой стороны площадки. В общем, не так все просто, но при желании разобраться труда не составит. Следующий вопрос. По какой системе лучше всего набирать игроков в команду? Отвечаем. В хорошо сбалансированной команде будут играть 4-5 боулеров, игроков, специализирующихся на подачах, и 5-6 бэтсменов, специализирующихся в отбивании мяча битой. Самые ценные игроки — универсальные, те, которые хорошо подают и хорошо отбивают. В каждой команде есть один специальный игрок, называемый защитник калитки — Викет Кипер. Его задача заключается в том, чтобы ловить поданный мяч, пропущенный бьющим, и стараться поразить калитку мечом, если бьющий игрок находился за линией. Исходя из этих соображений, комплектуйте свой звездный состав. Зло — это хорошо. Девиз известен со времен выхода первой части Dungeon Keeper, который до сих пор актуален. Можно привести целый список игр, которые придерживались подобной концепции, начиная от циничного Them Hospital и заканчивая темной стороной Black and White. С появлением Elements of Destruction, о котором мы сейчас пойдет рассказ, творить зло и сеять хаос по всей земле мы сможем в гораздо больших масштабах. В игре Elements of Destruction нам предлагают побыть в шкуре доктора Эдгара Герберта. Он вовсе не сумасшедший яйцеголовый, вздумавший погубить мир, как это может показаться на первый взгляд. Всего лишь герой-одиночка, которому противостоят злодейские корпорации, вздумавшие получить контроль над его научными изысканиями в области природных катаклизмов. А вот методом, который он выбрал для борьбы, может позавидовать любой маньяк. Как известно, клин клином вышибают. Поэтому на пути искоренения корня зла в лице ненавистной корпорации, конечно же, пострадают ни в чем не повинные города, деревушки и даже коровки, беспечно жующие травку на лугу. Игра появилась в продаже 1 июля 2008 года. Разработкой занимала студия Frozen Codebase. Локализация в России даже не анонсировалась, так что шансы на то, что мы увидим Elements of Destruction на русском языке, ничтожно малы. Системные требования игры таковые. Процессор на частоте 3 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ видеопамяти, а также 750 МБ на винчестере. На начальных этапах игры мы довольствуемся тремя типами разрушений. Торнадо, удар молнии и землетрясения. В дальнейшем можно открыть другие типы природных катаклизмов, а старые — проапгрейдить. В каждой миссии мы должны нанести ущерб на энное количество условных единиц, которые, как правило, исчисляются миллионами и выполнить ряд заданий. Обычно это разрушение каких-то определенных зданий и игровых объектов. Наша оценка геймплея — 5 баллов. А вот графика у игры просто караул. При такой шаблонности геймплея, как у Elements of Destruction, выдавать картинку подобного качества просто преступно. Наша оценка графического оформления — 3 балла. Но вот звуковые спецэффекты и упорный саундтрек выше всяческих похвал. То, что надо для такой игры. Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. Элементы of Destruction — необычная игра с интересной идеей. Реализация всего этого безумия, конечно, подкачала. Однако за несколько часов, проведенных за монитором с горячими глазами, игрок может простить разработчикам многое. И что показательно, прощает. Не каждый день мы получаем возможность обрушить всю мощь природы на этот грешный мир. Благо, происходит это в антураже виртуальной вселенной. Наша общая оценка Elements of Destruction — 4 балла. При всем размахе, разрушении и обилии катаклизмов, щедро рассыпаемых рукой игрока по виртуальным городам и весям, Element of Destruction больше, чем на аркаду, не претендует. Хотя задумка была неплохая. Но сюжетные линии графика явно подкачали. Впрочем, для расслабона после тяжелого трудового дня игра вполне подходит. Особенно, если человеческая цивилизация чем-то крупно провинилась перед вами в этот день. А сейчас настало время для наших ответов на ваши вопросы по игре Element of Destruction. Первый вопрос. На какие постройки в первую очередь надо обращать внимание, когда попадаешь в локацию? Отвечаем. Критическими и обязательными объектами для уничтожения являются Торнадо Туннелс, Тесла Тауэрс и Шок Тауэрс. Они присутствуют на каждой миссии. И их нужно уничтожать в первую очередь. Торнадо Туннелс работают ловушками для ваших Торнадо. Башни Тесла сосут энергию. А Шок Тауэрс — громоотводы для ваших электрических разрядов. Также определенные беспокойства могут доставить самолеты и военная техника. Но с ними совладать гораздо легче. Следующий вопрос. На скриншотах я видел сумму разрушений, перевалившей за 15 миллионов. Как не нанести такой же ущерб? Отвечаем. Во-первых, не забывайте проапгрейшивать свой арсенал после каждой миссии. Во-вторых, используйте так называемые взрывные волны. Если вы мощным взрывом разрушите здание, есть шанс, что рядом стоящим тоже будет нанесен значительный урон. В общем, физические законы, пусть и примитивно, в элемент Soft Destruction работают. Следующий вопрос. Я слышал, что в игре есть мультиплеер. Как это организовано? Отвечаем. Есть два онлайн-режима — Head to Head и Cooperative. В первом игроки соревнуются, кто больше нанесет урона городу, а во втором, соответственно, проходят миссии в паре. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был ФАК. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте muzdefistv.ru Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. А теперь внимание! Канал Муз-ТВ и программа ФАК объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свои резюме на нашу электронную почту faqsobaka.muzdefistv.ru Тема конкурс. Не забудьте про фотографии. Без них письма рассматриваться не будут. До скорого!